Доброе утро! На этой неделе на областном телевидении стартовал спецпроект событий под названием «Кушать продано». В этом проекте раскрываются тайны Екатеринбургского фастфуда. И сегодня у нас в гостях автор этого проекта бесстрашная наша коллега Юлия Воронина. Юлечка, доброе утро! Сегодня мы детям задавали вопрос «Сама не ест, а людей кормит». Это вот про тебя? Ну, видимо, теперь уже так. То есть ты в фастфуде теперь не питаешься фастфудом? Я, на самом деле, и до этого не скажу, что была большим поклонником фастфуда. Но вот то заведение, которое мы в первой серии показывали нашим зрителям, пиццами, да, сеть. Я думаю, в ней каждый екатеринбуржец побывал хоть раз, когда училась в университете. Мы, на самом деле, достаточно часто там бывали. Поэтому, когда я увидела вот все это за кулисьей, то, что происходит на кухне, на самом деле, мне тоже было не очень приятно. А что, что вот самое такое, вот самое выдающееся, жуткое за все эти серии ты увидела? Ну, на самом деле, прямо вот чего-то такого, что меня бы добило, не было. Ну, вчерашние продукты, как бы, да, неприятно, но, с другой стороны, разве дома мы не используем вчерашние продукты? Используем. А вот что бы такое, что на самом деле могло отвратить? На самом деле, очень пугают руки без перчаток, особенно вот если речь идет не о каких-то, ну, многие люди просто говорят, даже в фешенебельных ресторанах повара готовят без перчаток. Одно дело, когда это какой-то статусный ресторан, другое дело, когда это фастфуд, и ты видишь, как человек вышел на улицу покурить, грубо говоря, или куда-то отлучился, зашел, тут же начинает готовить. Это на самом деле пугает, потому что неизвестно, что может быть... Что он там курил? Да. Вот, и это действительно как-то так заставляет задуматься. Но у тебя история действительно шпионская, всех секретов раскрывается нельзя, но вот скажи, ты как попала по ту сторону кухни? А на самом деле попала так же, как и все сотрудники попадают туда через отдел персонала. Слушай, я всегда думала, что на кухню берут только поваров. Ну, в общем, с образованием не казалось там. А у тебя есть специальное? У меня специального образования нет, но тут дело в том, что я же устраивалась непосредственно поваром. У меня была задача просто попасть на кухню, то есть, в принципе, я была готова устраиваться на любую должность. Просто хотя бы... И на самом деле, работая поваром, мне кажется, меньше возможности вот это все рассмотреть и увидеть, потому что, ну, что называется, ничего не знаю, техничкой работаю, хожу себе потихонечку, никто меня не замечает. К себе внимания особо не привлекаешь. А у самой камеры, одна камера установлена у тебя была? Или, может, со всех сторон? Да нет, одна. Скажи, пожалуйста, а удалось ли тебе выявить какие-то секреты, что ли, как определить свежесть продуктов, например, блюда? Да, да, какую-то подсказку, может быть, телезрителям дашь, как не обмануться в фосфорте? Да, на самом деле, смотреть на сроки годности. Вот, и все, наверное. А что касается какого-то, ну, как бы именно общепита, кафе, ресторана, ну, видимо, на удачу просто, да. Еще хотелось бы спросить тебя про цены. Вот это тоже одно из твоих исследований было, так понимаю. Правда ли говорят, что самая дорогая пища – это именно в фостфуде? Ну, насчет самая дорогая, наверное, все-таки преувеличивает, но то, что цена вот этой вот простой, казалось бы, еды действительно завышена, это так и есть, да. Потому что, ну, в общем-то, на те деньги, на которые ты можешь один раз там пообедать какой-то быстрой едой, в принципе, дома можно купить продукты, приготовить в мастер-мастер-мастер-мастер-мастер. Ну, вот именно поэтому так и говорится, да. Ну, ты сама теперь покупаешь продукты, домой несешь и, собственно, сама готовишь. Я, в принципе, и до этого достаточно часто готовила, но сказать, что я перестала ходить в кафе и рестораны там и вообще питаться какой-то готовой едой вне дома, ну, нет. А я правильно понял, что у тебя еще был какой-то социсследователь, социсследование, насколько часто ходят екатеринбуржцы в кафе и в рестораны? Это было даже, наверное, ну, не мое социсследование, просто мы общались с ресторанными критиками, с экспертами в этой области. И вот специалисты как раз говорят о том, что у нас недостаточно еще просто развита культура общепита, и действительно в рестораны и в кафе ходит лишь каждый десятый екатеринбуржец. Вот просто люди еще недостаточно, как бы, к этому, видимо, привыкли. Может быть, это опасения какие-то, опять же, может быть, просто не находят то, чего хотелось бы для себя. Я думаю, все-таки это наследие еще советского прошлого, поскольку в Свердловске предприятий общественного питания было очень мало в сравнении с Москвой, с Питером, где люди и завтракали, и обедали, часто ужинали просто, ну, не в кафе, а в ресторанах, в столовых. Потом они стали ходить в рестораны. Сейчас в Екатеринбурге тоже начинается эта система. Ну, может быть. Давай еще раз напомним, когда можно будет посмотреть спецпроект событий. Сегодня в эфире событий вечерних выходит заключительная серия спецпроекта, а полную версию можно будет посмотреть в субботу в 21.55. 21.55. Еще я знаю, что тебя в сети интернет выложено, нет? Кстати, вот в сети интернет, на самом деле, я была очень удивлена тем, как разлетелась, особенно первая серия этого спецпроекта, просто тысячи просмотров, куча комментариев. Ну, где, где, где? Подскажи, где? На нашем сайте? Да. И на нашем сайте. И на страничке ВКонтакте, так понимаю, тоже. И на страничке ВКонтакте, да, тоже. И вчера вот я нашла на одном из новостных порталов тоже перепост. Спасибо большое. Юлия Воронин сегодня у нас в гостях была. Это автор проекта «Кушать...» Спецпроекта, программа событий «Кушать продано». Выяснившая все тайны, всю подноготную, не всегда красивую, не всегда чистую Екатеринбургского фастфуда. Ну, а наша программа продолжается. Мы сейчас узнаем, какие же премьеры сегодня пройдут в кинотеатрах. Продолжение следует...